Оборотни из НКВД против ООН УПА, армия и воины. Рисунок к статье. 24 марта 2015 года 13 часов, Виталий Корюков, текст-фото-видео. Оборотни из НКВД против ООН УПА как фальшивые лесные братья уничтожали бандитов из ооновских лжеотрядов НКВД для дискредитации государственной власти УПА часто формировала якобы карательные подразделения НКВД МГБ, третирующие местное население. В свою очередь, в целях ликвидации ООН УПА руководства госбезопасностью, наоборот, создавало своих оборотней встани братьев. Чужие среди чужих известно, что остатки бандеровских банд и прочих подобных формирований хозяйничали на Западной Украине и в других западных советских республиках, по одним оценкам, все 40-е годы, по другим, до конца 1950-х. Официально зарегистрированный факт гласит о том, что в Литве, например, самый льпертый лесной брат воевал аж до 1965 года, пока его, наконец, не обложили и не предложили сдаться. Однако, он отстреливался до последнего патрона, который опустил себе в висок. Вопрос о ликвидации лесных или, как их еще называли, «зеленых братьев» встал перед советским руководством еще в 1944 году, сразу после освобождения западных территорий СССР от фашистских захватчиков. И хотя территорию эту надежно прикрывали войска НКВД по охране тыла фронта действующей Красной Армии, так они назывались, а против самих «зеленых братьев» силами все тех же войск НКВД периодически проводились войсковые спецоперации, не стоит забывать о другом. А именно о том, что никакие войсковые спецоперации против них не были эффективными по одной простой причине, в состав бандформирований входили, как правило, местные жители, знающие леса, в которых они скрывались, как свои пять пальцев. Кроме того, так называемые партизаны пользовались поддержкой крестьян-хуторян и селян, часть которых хотя и была зачастую как минимум аполитична, а как максимум лояльна советской власти. Все же другая часть была настроена антисоветски и всячески помогала борцам с оккупантами. Приемы же самих «зеленых братьев» были стандартны и выражались порой в самых садистских формах. Они поджигали государственные, административные, партийные учреждения и частные думы активистов, расстреливали их под покровом ночи, а также, сочувствующих власти людей и членов их семей, нападали на одиночные машины или небольшие группы военнослужащих и милиционеров. И даже опускались до того, что зверски убивали пионеров, отправившихся в лес за ягодами. Ауновские лжедряды НКВД свои садистские наклонности от Морозки и Зоунупа, так называемая Украинская повстанческая армия организации украинских националистов, совмещали с дискредитацией РККА, а также органов НКВД и НКГБ, после войны, МГБ. А для этого перед совершениями своих преступлений переодевались в соответствующую форму. Так, например, ноябрьской ночью 1944 года переодетые в форму РККА-бандиты расправились с Анной Кулачковской, депутатом райсовета от села Цеперева-Львасской области. Следующей ночью уже в Драгобычской области, в 1959 году включена в состав Львовской область, семеро ауновцев в форме РККА повесили в селе Девятинки местного активиста Павла Щепанского и его жену в их же собственном дворе. Затем расправились с другим активистом этого села Степаном Быком, убив не только его, но и жену, а также дочерей Агафию, Марию и Анну, повесив трупы для острастки на изгороде. Месяцом ранее в другом селе той же области бандиты в форме НКВД повесили Михаила Кричковского, председателя местного сельсовета. В начале октября 1944 года в Равенской области ауновцы, переодетые сотрудниками НКВД, расстреляли в селе Караевич и местную колхозницу Мельник, отказавшуюся указать бандитам место жительства председателя сельсовета. В начале ноября того же года совершен налет на село Мелякинцы Черновицкой области. Примечательно, что вооруженные до зубов красноармейцы бравировали боевыми советскими орденами и медалями, красовавшимися у них на гимнастерках. Уничтожив все документы в правлении колхоза, сельсовете и местной школе, отморозки учинили в зданиях этих учреждений полный разгром. Затем вывезли в лес колхозного бригадира Мицкевича и расправились с ним, избив и задушив. Перед самым празднованием нового 1945 года четверо преступников, переодетых в форму НКВД, арестовали в городе Жолков Львовской области фельдшеры местной больницы Менграле. Больше врача никто не видел. Десятки, сотни подлых вылазок, направленных подчас на ни в чем не повинных людей. Все это делалось со знанием дела для дискредитации государственной власти, органов НКВД, НКГБ и Красной армии. Само собой разумеется, что НКГБ не дремал и в ответ провел ряд операций по ликвидации бандформирований. Так, бойцами спецгруппы Ястреб Киунг Провенской области в конце 1944 года среди прочих был убит один из главарей бандформирований Хатюк по кличке Калина. Другая опергруппа ликвидировала генерала УПА по кличке Ясень, командовавшего дивизией Украинской повстанческой армии Холодный Яр и так далее. Однако, немецкая разведка засылала и засылала на советскую территорию все новые кадры из числа лесных недобитков. Теракты, убийства и похищения продолжались и в следующие несколько месяцев. Тогда решено было действовать несколько по-другому. Свои среди чужих а именно, формировать из числа чекистов и перешедших на сторону советской власти ауновцев свои отряды оборотни для внедрения в среду лесных братьев с последующей ликвидацией бандформирований. И, надо заметить, тактика эта очень скоро принесла ощутимые результаты. А придумал ее Виктор Кощеев, офицер НКГБ, который задолго до этого доложил по команде, как говорят у военных, о своих соображениях с конкретными предложениями и выкладками на имя генерал-майора Василия Степановича Реснова, нарком в нудел Украинской ССР, который дал зеленый свет инициативе подчиненного. Тогда, в 1944 году, эту задумку одобрил также и тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Сергеевич Хрущев. Однако, оперативная работа по созданию конспиративно-разведывательных групп получила свое развитие только через год, в 1945. Как бы то ни было, к лету сформировали 157 агентурно-боевых групп АПК, с численным составом без малого почти 2000 оперативников, местных жителей, перевербованных ауновцев, бывших участников националистического подполья и других бойцов. За несколько месяцев в ходе оперативно-боевых действий спецгруппами было уничтожено свыше тысячи бандитов, более 2000 членов ОУНУПа взято в плен. Были ли нарушения советской законности в действиях АПК? Надо признать, да, были. По крайней мере, по отношению к мирному населению. Тут имеет место фактор подражания, когда АПК, состоящая из сотрудников наркомата внутренних дел, старалась перещеголять в своем служебном рвении старших товарищей из НКГБ и МГБ. Тем более, что все факты были задокументированы в служебных записках и рапортах самих милиционеров. Например, майор милиции Соколов, отчитываясь о своей оперативной работе, пишет в рапорте на имя начальства следующее. Дабы отвратить местное население от сочувствия и поддержки бандформирований, а все члены ОПК работали в форме оуновцев, имели место грабежи селян и хуторян, похищения людей, избиения представителей партийно-государственного актива. А в Станиславской области в селе Яблунив члены спецгруппы и вовсе убили местного председателя сельсовета. Суровая правда жизни. Так или иначе, однако к концу 1940-х годов ОПК, по большому счету, выполнили свою задачу по ликвидации соединений и формированию ОУНУПа. Большую часть бандитов выкосила обманная тактика ОПК. Но, что важнее, именно из-за провокационных методов спецгрупп остальные боевики перестали доверять друг другу. Начались распри и междоусобные споры. А вскоре боевые группы настоящих ауновцев и вовсе сошли на нет. Хотя несколько лет по лесам и весям западной Украины еще бегали ренегаты, считающие себя истинными борцами за свободу и независимость украинского народа. Правда, сам народ об этом даже не догадывался. Верховный суд России решением от 17 ноября 2014 года признал ОУНУПа экстремистскими организациями. Их деятельность на территории России запрещена. Снимок в открытии статьи Реконструкция боя УПА против НКВД во Львове Слеш фото Петр Задорожный Слеш рия новости Читайте последние новости и материалы свободной прессы в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Живой журнал и Мир Тесин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова